Добрый день, я Шларгин Бютердештер. В продолжение предыдущего видеосюжета о критике граждан Дегашевых и их сыновей, на самом деле необходимо дополнить, в период, скажем, российский период моей жизни, когда я проживал в России и являлся депутатом, согласно российского федерального и муниципального законодательства Республики Алта, есть право граждан направить так называемые депутатские запросы. Будущий сиделец в тюрьме Григорий Пилькин совместно с Аятом Унутовым, это мои, повторяюсь, лично мои суждения и предположения, они разворовали бюджет ООО «Уськанское ДРСУ» и так называемый «Фантом» ООО «Уськанское ДРСУ», куда направлялись бюджетные деньги. Сейчас я вот нахожусь на перекрестке в одном из населенных пунктов в Австрии, штата Нижняя Австрия, Нидерост-Рай. И здесь вы видите прекрасную разметку, да, здесь у меня справа находится магазин «Биппа и Билла», здесь находится магазин «Хофер». И вот, смотрите, уважаемые друзья, здесь дороги содержатся почти как в Германии. Банхоф, Хайвей, это на американском называется, высокоскоростные магистрали. В Уськанском районе произошло множество аварий в период 2016 по 2018 годы, в том числе пострадал и я. Виновником этой аварии, в котором пострадал я и лежал более 22 дней в Республиканской больнице, и в том числе и в Уськанской районной больнице, является уголовник Евгений Шатин, который в нарушении всех федеральных законов был трудоустроен в ветеринарную станцию, госветинспекцию с ветеринарной станции Республики Алтай, в то время как у Евгения Шатина имелась судимость по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возвращаясь к теме о гражданах Дегашевых, они высказали своего рода претензии в том плане, что я могу не возвращаться в Республику Алтай, поскольку непосредственно Уськанский район и село Кырлык погрязло в коррупции, в нищете, бедности, и семейство Дегашевых вынуждено всю жизнь пропитаться только на добыче краснокнижных моральево и золотого корня, в том числе и добыче орехов. Так вот, зимой 2017 по 2018 годы село Кырлык полностью замело, и Дегашевы обладали в то время автомашиной УАЗ, и Нивой, и у них были несовершеннолетние дети, и, насколько мне сейчас известно, они до сих пор учатся в Кырлыкской средней школе. Сулумай Дегашев женат на гражданке Марине Табыдаковой, и проживают в доме, который принадлежал Ахчабая Табыдаковой. Так вот, я зашел, являясь депутатом, поскольку улица Набережная относится именно к моему участку депутатскому, я избрался по микрорайону Татакы, но вот эта Набережная улица в селе Кырлык, она относится ко мне. Вот, и я попросил его написать Дегашевы обращение с жалобой в адрес полпреда президента в Сибирском федеральном округе Миняйла. Разумеется, я ему подсказал, что как писать, потому что он неграмотный, институтов, университетов не заканчивал, и он подписался и поставил своей ручкой дату, то есть, собственноручно подписал. Эту жалобу и направил, являясь депутатом, сопроводительную в адрес полпреда в СВО президента Миняйла. По загривку Валерий Байрышев этот уголовник получил, поскольку он также пилил деньги, и он входил в эту банду. Я ввел в оборот термин «организованные преступные группировки» внутри российской власти ОРПВГ. Так вот, крышуемая банда ОРПВГ Юрия Антародонова, она после смерти Антародонова стал главарем Григория Пильтин. И так вот, именно в этот период Байрышев решил наехать на меня, в том плане, что он обвинил, я подделал подписи Дегашева в обращении в адрес Миняйла. Разумеется, Миняйла дал отписку, что Пильтин ничего не ворует, дороги в прекрасном состоянии, вот смотрите, как здесь автобаны, и заставил этого Дегашева отказаться от того, что он сам подписывался. Фактически любая графологическая экспертиза, которая была бы проведена по кейсу Сулемая Дегашева, она доказала бы то, что он сам собственноручно подписывался. А поскольку семейство Дегашевых, и в том числе Марина Табыдакова, и ее мама, она уроженка из Кашегаческого района Республики Алтай, является этнической казашкой. И так вот, они спились, целое семейство, это не секрет, в Республике Алтай спиваются. Так вот, уголовник Байрышев подпаивает такие пьяные семьи, регулярно выдавая, допустим, например, как у магазина, у Сергея Филипповича толпина получше 10 бутылок водки каждому члену семьи с правом голоса подведут бутылки. И, например, это мои предположения, я сам так думаю, что проголосуете, например, за Мызина, да, Владимира Федоровича, потому что он единорос, да, или еще за кого-то, на кого тычет вот этот уголовник Байрышев. А Алена Мызина, она ходит такой с тетрадочкой, сумка огромная по всей деревне и по всему Усть-Каннскому району, они такую технологию, я сам лично видел, и применяют. Вот, к сожалению, на все эти нарушения власть не принимает должных мер, и они отпихиваются. Вот, они дают бюджет в ДРСУ, да, накормление таким князькам. И Байрышев, и Пильтин, они стали заложниками системы. Я для чего это рассказал, уважаемые друзья мои, земляки-алтайцы, для того, чтобы вы знали, когда вы видите в каждой деревне, в каждом Кашагачском ауле, пьяные семейства, которые в рваных сапогах, какие-то рваные брезентовые плащи, собирают орехи или еще что-то делают, да, которые, ну, нечем питаться совсем. Именно эти граждане проголосуют за единую Россию, потому что они являются, просто сами понимаете, алкашами. Не обращайте внимания на таких людей, как Дегашевы, потому что они будут пить, и они не изменятся. А видение личное, да, что вот Крылык был прославленный, конесовхоз Крылыкский, да. В свое время профессор Никонова, в котором я учился в Рязанском НИИ, коневодство, она вывела новую породу алтайских лошадей. Основное племьядро находится в селе Амур, Усть-Коксинского района. А в селе Крылык племя Ядора нет. И вот такие нарушения, они повсеместны в Республике Алтай. Оставайтесь на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео со всеми, рассказывайте о тех нарушениях, преступлениях, которые погрязла вся Республика Алтай. Яхши Дюригорь, я оставляю с невозвращенцем, граждане Дегашева. Так что не нужно говорить, что я, возможно, приеду или не приеду. Я никогда не вернусь в Республику Алтай. Поэтому вы и сами будете жить в этом селе, в котором вы проголосовали за эту коррупционную власть, конкретно за Валерия Байровича. Хотя он и помер, а дела его будут продолжать. Алтынай тут прошла. Яхши Дюригорь. Ставьте вот так. Продолжение следует... Продолжение следует...